ТИ-АЙС Голоплатку вставляем вот сюда и отщелкиваем. Отщелкиваем на себя, тянем, не боимся. Вот здесь будет один саморез. На одном саморезе она будет держаться. Вот так, сейчас вот так выходит потом. Переходим на другую сторону. Снимаем здесь лопаткой, поддеваем. Немного усилия и вытаскиваем, вытащили. То же самое, саморез будет здесь. Откручиваем, вытаскиваем. Сняли боковинки, переходим на верхнюю часть. Поддеваем, можно сбоку, как удобно будет. Обратно с одного подказа. Так, вот так. Вот, немного усилия и крышка снимается. Снимаем крышку, снимаем разъем. Следующее действие у нас вот здесь, а, следующее действие мы снимаем вот эти воздуховоды. Поддеваем снизу и дальше уже руками вытягиваем. Снимаем штекера, справа, слева. Вытащили, вытаскиваем, штекер вытаскиваем. Вот здесь у нас будет четыре болта. Вот такие болты у нас будут, два здесь и два вот здесь по краям. Вот здесь у нас будет два самореза, вот такие два самореза, там и здесь. Потом переключаем коробку, снимаем вот эту нижнюю часть. нижнюю часть снимаем, отсоединяем прикуриватель и все остальные штекеры, то, что здесь есть, чтобы нам не мешало при установке. Вытащили, саморезы, значит, вытащили здесь, здесь тоже вытащили и тянем на себя, вот так вытягиваем на себя. Вот здесь сзади у нас штекера вот такие, вот штекера вытаскиваем породной. вытащили штекера. Так, содержим магнитолу в сторону. вытаскиваем нижнюю часть, где у нас находится дисковод. также вытаскиваем тоже разъемы. Здесь у нас три разъема. радио и мы ее вытащили. Вот что мы получаем. Сверху такие разъемы, снизу вот такие разъемы. Так. И вот у нас проводка. Берем, значит, эту проводку, вот эту нижнюю часть, где у нас установлен дисковод. перекидываем вниз, пропускаем вниз отсюда. Это все у нас будет оставаться наверху. Чтобы работала штатная камера, нужно приобрести вот такой блок. Он в комплект не уходит. Он продается отдельно. Желтый провод. В общем, потом покажу. Но вот это питание нужно будет подать на красный, черным. Плюс и минус. Взять с проводки. Так. Переносим, значит, проводку вниз. Что делаем дальше? Берем этот штекер, разъем, подключаем к проводке, которая идет вместе с магнитолой. Повторюсь, проводка у нас от комплектации С. Подключили. Этот у нас остается на воздухе пока. Вот. Берем второй разъем от проводки ТС и подключаем сюда. При подключении нужно обратить внимание, что если штекер туго заходит, то, возможно, здесь пины неправильно могут скрывиться. Вот. В нашем случае все нормально. Все хорошо защёлкивается. Так. Этот у нас... Что мы делаем дальше? Вот это мы подключили. Вот это радио. Проводку от радио переносим вверх. Она была подключена к нижней части штатной магнитолы. Мы её переносим вверх. Вот так выводим сюда. Теперь вот этот штекер и этот штекер разъема, так скажем. И вот этот мы подключаем к магнитоле, которая находилась снизу. Сейчас. Вот. Берем и подключаем на место. Раз. Штатные места, да? Да. Штатные места, свои разъемы тут не перепутать. Так, вот этот один штекер, который остался у нас. Все. В общем всего в нашем случае три штекера. Три разъема. Берем и ставим его на свое место. На свое место мы его поставили. Все. Больше его мы не трогаем. Берем магнитолу ТС, ТАС. Кому как удобно. Так, с этой камерой мы пока отложим. Блок от камер. Подключаем, значит, вот этот штекер. Самый широкий. Подключаем вот сюда. Вот сюда. К... 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 Климату. У нас внизу находится климат. Подключаем. Сюда. Интересно. Угу. Все. Так. Что делаем дальше? Значит, у нас... Вот они штекера. Все это время снимало у нас, да? Да. Лучше. Девять минут. Лучше. Так. Берем. Соединяем главный штекер. Магнитолу. От магнитола соединил. Так. Дальше. Так. Это лучше вырезать. Дальше. Что мы делаем? Берем камбус. Берем камбус. Подключаем в одну сторону. Один разъем сюда. Ищем второй разъем. Вот он. Соединяем сюда. Оба конца соединили. Вот так она будет выглядеть. У нас остался еще один разъем. Где он? Остался у нас вот этот разъем. Свободный. Вот его мы подключим к рамке. Вот сюда. Вот до этого подключим все другие разъемы. Этот разъем сюда подключается. Самый большой. Потом. Потом. Что мы делаем? Потом вот этот разъем от аварийки. Тоже подключаем сюда. Вот так. Так. Еще у нас остался. Вот этот разъем остался у нас. И вот этот. Эти два разъема тоже мы подключаем к этим фишкам. Вот. Получилось вот так. Так. Этот разъем у нас остается свободным. И мы теперь, чтобы, как я говорил, чтобы работала камера заднего вида, нужен вот такой блок. Этот блок мы подключаем, то есть этот разъем мы подключаем сюда. Вот так. Так. Плюс-минус подаем на этот штекер. Этот тюльпанчик мы подключим. Мы подключим вот сюда. А этот уже к магнитоле. Так. Здесь у нас все подключено. Теперь осталось нам собрать. Так. Еще мы подключим, значит. Два USB у нас. Так. Так. 4G антенну мы подключим. 4G антенну. И GPS антенну тоже подключим. Куда ставить, покажу чуть позже. Давай, на фаузу поставим. Два USB. Чтобы провести, нужно будет вот здесь, внутри, проделать маленькую дырку. Чтобы можно было просовывать вот эти два белых разъема. Сюда подхожу. Чтобы можно было вот такой толщины. Вот здесь проделываем дырку. Просовываем, вытаскиваем сюда. И оставляем. GPS антенну мы ставим на двухсторонний скотч. Посовываем сюда. И устанавливаем вот сюда. Вот в это положение. Оно никому не мешает, ничему не мешает. Тут место остается в пространстве. Поэтому оно не мешает. Категорически не советую ставить вот это. В стойке. В стойке. Так как был опыт, что, когда там устанавливаешь, связь теряется. Связь бывает очень плохой. И 4G антенну мы также прикрепили сюда. На двухсторонний скотч. Её мы будем также выводить отсюда. Вперёд магнитола. То есть к задней части магнитола. Так, пока останови. УСБ протянули через бардачок. Сделали маленькую дырочку. Вот чтобы можно было вот эти 2 разъёма, чтобы можно было просунуть. Вывели сюда. Вот так это всё смотрится. GPS антенну. На двухсторонний скотч прикрепили вот сюда. GPS антенну приклеили сюда. Никому ничему она не мешает. Она вот так садится всё плотно. Здесь есть пространство для них. Поэтому никому ничего не мешает. Дальше. Здесь мы всё соединили. Здесь соединили. Теперь подключаем саму магнитолу. Подключаем сначала нижний разъём для климата. Подключаем разъём для кнопок на руле. Кнопки на руле. Подключили. Подключаем силовой кабель. Подключаем два USB. Подключаем два USB. Раз. Второй. Так. Дальше. Дальше у нас подключаем два USB. Подключаем. Это у нас 4G. 4G у нас нижний. Подключили. GPS подключаем. Подключаем радио. Радио у нас короткий шнур. Так. Что нам ещё нужно сделать. Ну всё это аккуратно. Повязать друг другу, чтобы не болталось, не мешало. И поставить на место. По поводу этого блока. Если ставить другую камеру, этот блок не нужен. Для штатной камеры. Чтобы она работала. Мы её просто прикрутили. Подключили. А ещё разъём для камеры. Тоже подключаем. Подключили. Это тоже у нас остаётся на воздухе. Теперь радио. FM подключаем, а AM остаётся на воздух. Отключили. И оставим теперь всё на месте. На паузу постоль. Сняли нижнюю часть дисковода, а где вот эта часть нижняя, где вы ставите дисковод. Сняли её. Вот здесь болты маленькие. Вот здесь три наверху. И ещё один здесь. Откручиваем их. Вот они маленькие вот такие. Откручиваем. Снимаем переднюю часть. Пластик. Пластик снимаем. Отстёгиваем шлейф. Берём её. Берём её. Она была у нас вот так. Берём, убираем от корпуса. И вырезаем. Вырезаем болгаркой. Вот эту часть. Иначе, если её так не сделать, то магнитола не садится. Вырезаем. И всё собираем на место. И всё на место покажу, что получилось. Вырезали пластик. Соединяем заново всё на свои места. И вложим на своё место. Посмотрите, мы там остались, да? У меня. Так, поставили. И теперь поставим паузу. В общем, чтобы эта магнитола села плотно сюда, на своё место, вот эти края нужно будет поотрезать чуть-чуть вот так. Вот строка примерно хватает. Справа, слева. Потому что, когда железная планка, если их не резать, то она упирается в эти бока, края. Вот. Режем вот это. И всю эту проводку ставим вот так. Сверху будет тяжело, но нужно будет придавить снизу. Уже легче. Не забываем прикрутить саморезы сюда и вот сюда. Видно, да? Вон там внутри тоже саморезы. Прикручиваем их. Так. Прикрутили. Ставим верхнюю планку. Вот, как я говорил, она села на своё место. Берём воздуховоды. Воздуховоды соединяем разъём. Соединим. Первый, второй. Воздуховоды соединяем. Ставим на правых, а вот он. Нашли. Второй Воздухан. Воздухан тоже поставили. Ставим нижнюю крышку. соединяем все разъемы ошибиться невозможно и в обратном порядке собираем она за счетной дождь вот они ставим ее в обратном порядке крепим саморезы и ставим крышку все так ставим кожух и сейчас включим магнитолу дискретка включим магнитолу ставим на парковку что у нас появляется здесь климат управляется можно отсюда при нажатии на авто включается такое меню можно скорость увеличивать так же можно менять положение заслонки все это регулируется сенсора можно управлять отсюда можно выключить вот минус так аварийка у нас работает так нажимаем вот на эту звездочку и можно регулировать температуру отсюда отсюда все функционирует что еще при первом подключении возможно не будет работать климат что делаем заходим в настройки устройство настройка камбуз войти в настройки камбуз фокус берем протокол xcbsg берем протокол xcbsg Toyota crown оставляем 2012 год после заходим также в настройки фокус войти в тезис нужно раздать интернет если вдруг не будет работать изначально кнопки на руле потом климат ничего если не работает заходим значит настройки устройство настройка камбуз войти в настройки до конца вниз xcbsg видно да выбираем его Toyota crown 2012 еще возможно что понадобится настройка этих четырех приложений войти в тезис камбуз и вот эти четыре приложения нужно будет заново для этого нужен интернет подключать интернет и загружать и устанавливать по очереди все четыре после этого у вас будет все работать как у меня можно так включить можно отсюда включить экран вот все работает включаешь выключаешь также будет работать и здесь также работает кнопка медиа фронт кнопки на руле также также работает радио ловит очень хорошо радио ловит со специалистом оформите ипотеку на готовое жилье в альфа банки работают переключение работает вот я переключаю выключение экрана работает затемнение и кнопка bluetooth телефон поднял опустил также 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 работает еще видео все у нас показывает youtube у нас подключен вот в принципе все видео